Довольство учиться не нужно, оно само проявляется то тут, то там, то с чувством удовлетворения всё обстоит иначе. Всегда что-то мешает нам радоваться тому, что имеем. А когда нет радости, тогда... Змущение, озлобленность, гнев. Говорят, люди злы в той мере, в какой несчастны. Так как же нам стать счастливыми и довольными? Как добраться до того места, где мы будем иметь истинную радость, независимо от обстоятельств? Для того, чтобы это понять, нужно разобраться с тем, что стоит между нами и довольством. Назову три основных препятствия. Жадность, зависть и завышенное чувство значимости. Именно об этом мы будем подробно говорить в следующих передачах. И, конечно, мы заглянем вглубь духовных истин, чтобы понять, как учиться довольству. В частности, посмотрим, как этим искусством овладел святой апостол Павел, который писал о себе. Я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Итак, слушайте нас, друзья, и будьте благословенны. Мыслями делился Евгений Александров. Чистая волна напоминает, что ваше христианство ничего не стоит. Шумоподавитель. Цифровой звук какой-то. Есть шумоподавителя. Субтитры создавал DimaTorzok Авторская программа Романа Умельцева Было 3 часа ночи. В доме начался пожар, когда 15 жителей спали. Первым на место прибыл заместитель начальника пожарной охраны. Он приехал один, на своей машине. И увидел горящее здание, жители которого не подозревали о смертельной опасности. Он понял, что у него нет времени надеть свое обычное защитное снаряжение. В такое время каждая минута была на счету. Поэтому он ворвался в горящее здание и начал колотить в двери и кричать, чтобы люди вставали и убегали. Один пожилой мужчина не мог выбраться сам. Поэтому тот доблестный спасатель вынес его вниз по лестнице на улицу, а затем продолжил помогать другим. Все 15 человек выбрались живым. Но человек, который спас им жизнь, погиб. Меня зовут Роман Умельцев. И я хочу поговорить с вами сегодня о любви, спасающей жизнь. Один человек отдал свою жизнь, чтобы другие не погибли. Я тоже обязан своей жизнью такому человеку. Спасителю, который отдал свою жизнь, чтобы мне и многим другим подобным мне не пришлось умереть за неправильные поступки, которые я совершил. Библия называет их грехом. Восстание против Бога, сотворившего нас. Это духовное смертельное наказание, которое висит над головой каждого из нас. Потому что Библия говорит, что по Божьим святым стандартам нет правильного. Это был прием на активную магнитную антенну. Сейчас я поменяю антенну и продолжу. Я каким-то образом заплачу за свой грех совершен. Отдает жизнь свою за овец. Я отдаю свою жизнь, чтобы потом опять взять ее. Никто ее у меня не может понять. Ферритовая магнитная антенна, резонансная. А теперь широкополосная антенна. Давайте разберемся. Диполь. Никто не убивал Божьего Сына. Он создал дерево на кресте, из которого он висел. Он создал людей, которые привели его на Голком. Здесь, конечно, уровень сигнала выше. Он считает, что вы стоите того, чтобы отдать за вас свою жизнь. И в величайшем акте любви в истории человечества, так как антенна наружная находится за окном, растянута на большой длине. Аферритовая магнитная антенна расположена на подоконнике от шестого этажа. Там прием чище, но уровень сигнала меньше. Здесь уровень лучше. Тот человек в горящем здании, который не может выбраться сам. Мы должны позволить Иисусу вынести нас в безопасное место. Это означает, что вы должны ухватиться за Небе. БОЛГАРСКОЙ РАДИО ГОРИЗОН РУМЫНИЯ ТОЖЕ РУМЫНИЯ РАДИО ВЕНГРИЯ А теперь немного длинных волн. На эту же антенну широкополосную. РУМЫНИЯ РУМЫНИЯ Антенна сателлор в Румынии 153 кГц. Время 21 час, 10 минут Паразитный прием, со средних волн То же самое Поляки на месте Диамп убрали И снова объявлены Ставим экипаж Кассада, а также японский астронавт Поехали Субтитры подогнал «Саратов» Время 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...